Вчера отгремели залпы конкурсного дня фестиваля. В этом году участвуют пять пиротехнических команд из Чебоксар, Симферополя, Баку, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. С 23 часов с первыми залпами салюта на официальном портале республики запустили голосование. Оставить свой голос за понравившуюся команду можно было до 14 часов сегодняшнего дня. Мнение зрителей наряду с решением профессионального жюри учтут при выборе победителя фестиваля. Лучшая пиротехническая команда 24 июня в 22.30 получит главный приз – гран-при 10-го международного фестиваля фейерверков. А затем зрители ждет гала представления. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь, а прямо сейчас мы расскажем о компании-участнице межрегиональной выставке региона «Сотрудничество без границ». Строительная фирма «Отдел Финстрой» и проектная компания «Гиппроект» подписали соглашение о совместной работе. Облик нового микрорайона в Чебоксарах теперь будут разрабатывать нижегородские специалисты. Основная их задача – не победить сложный рельеф, а вписать в него дома. Буквально три недели назад мы проводили городостроительный совет, где обсуждалась концепция застройки. Эта концепция была администрацией города одобрена и принята в работу. Уникальность еще нашего микрорайона в будущем – это то, что он располагается, помимо того, что на пересеченном месте он непосредственно примыкает к реке Сугутка. На сегодняшний день она несправедливо забыта, она заброшена. И одна из задач, которую мы ставим перед архитекторами – реанимировать ее, вскрыть, обеспечить доступ горожан к этой реке. Подобный опыт работы с иногородними архитекторами у компании отдел «Финстрой» уже имеется. Дизайн-проект жилого комплекса «Премьер», что сейчас активно застраивается за монументом матери-покровительницы, был разработан казанской творческой группой. И уже получил положительные отклики не только у Чебоксарского архитектурного сообщества, но и у самих горожан. Этот застройщик вообще не боится сложностей. К примеру, сейчас компания пытается реанимировать заброшенную промышленную территорию города. Площадка является поистине невкусной, потому что здесь открываются потрясающие виды на Болжские просторы и Чебоксарский залив. Кроме того, строительная компания отдел «Финстрой» – одна из немногих в Чебоксарах заботится о благоустройстве дворов. За 20 лет работы здесь уже научились предугадывать желания покупателей. Один из лучших примеров – микрорайон «Радужный». Совсем недавно он отметил свой первый пятилетний юбилей. Его главная изюминка – современные детские площадки и пешеходный бульвар с фонтаном. Осенью прошлого года работа стала лауреатом московского конкурса «Лучший ландшафтный дизайн». Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, «Вести Чебоксары». Спасибо за просмотр и субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч! then! top10 remain